Им приписывали бурный роман сразу же после первого совместного номера. Возьмите, возьмите меня в балет! Российская актриса эстрады Елена Боробей и известный комик Юрий Гальцев еще со студенческих лет вместе работают бок о бок. Ноги раздвинула, не стесняйтесь, есть такое выражение, ноги раздвинула. Но именно телепередача «Аншлаг», которая выходила на экраны более 40 лет, принесла им обоим огромную популярность. Регина Игоревна, возьмите меня в «Аншлаг». Не ошибетесь, с моим приходом мы такой молодняк подтянем. После 24 февраля все изменилось. Коллеги никак не найдут общий язык. Кто же из них поддерживает кровавую войну против Украины? И стали ли звезды «Аншлага» врагами? Смотрите прямо сейчас. Елена Боробей и Юрий Гальцев – оба персоны Нонграда в Украине из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма. Правда, Юрий Гальцев, в отличие от своей коллеги, публично поддерживает режим Путина и сегодня. Последние месяцы два или три сплю по три-четыре часа ночью. Вот и все. Больше ничего не буду говорить. Потому что, знаешь, есть хорошая очень песня, с чего начинается Родина. Заслуженный артист Российской Федерации уверен, что российские ракеты не убивают, а спасают украинский народ. Некоторые и там не понимают, что происходит. Там, в смысле, на Украине? Да. Потому что, ну, жители вот живут, ну, представь, они не понимают, потому что с одной стороны то, с другой стороны... А что там? Ты понимаешь? Нет, они не понимают. А ты понимаешь? Их я понимаю. А что происходит? Ну, спроси их. Несколько дней назад в результате очередного спасательного ракетного удара погибло четыре человека в Краматорске. Жилой дом в центре города стоит в руинах. А еще Юра гордится пытками, изнасилованиями и массовыми расстрелами. Актер также старается внести и свой вклад в общее дело. Окупантов и убийц он лично проведывает в больнице. Я пел свои песни, чтобы опять, конечно, поднять дух. Ездил не один, а с ребятами. Его коллега по сцене, тоже народная артистка Российской Федерации, Елена Воробей, не стала поддерживать кровавый режим Путина и осторожно выступила против войны на чужой земле. Вначале я, честно говоря, находилась в жутком стрессе. И никто не понимал, мы все переживаем это. Это впервые ощущение реальности, когда хочется перепроснуться. Актрису сразу же обвинили в предательстве и побеге из России в Израиль, куда уже из-за войны переехало много российских звезд. То, что происходит, что люди уезжают, уезжают творческие люди. Значимые, знаковые, умные, талантливые, культовые. Ну, я со своим определенным чувством юмора однажды констатировала, приехав в Израиль, обнаружив здесь Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина, Макаревича, Ваню Урганта, даже Моргенштерна. Я сказала, слушайте, такое шо, столько талантов в одном месте. Не пора ли делать? Были рождественские встречи, надо делать ханукальные встречи. Хоть в Москве актрисе стало некомфортно, но она пока остается жить в России. Я никуда не уезжаю, вы что, с ума сошли? У меня дочь здесь, у меня семья здесь, а куда мне, куда мне это? Юрий Гальцев понять свою коллегу никак не может. Он с 2014 года рекламирует эту войну. Правда, как только речь заходит об ответственности, то народный артист Российской Федерации и художественный руководитель театра имени Райкина вдруг становится маленьким человеком, который ничего не решает. Когда-нибудь это все закончится. Конечно, что-то будет договориться не нам решать. Мы уже все политики, мы все знаем, мы все лезем. Это не нам решать. Каждый должен делать свое дело. Главное по логике Юрия, чтобы все было как раньше, чтобы Юрий смог снова приезжать к украинцам и зарабатывать деньги, ведь они братский народ. И ничего страшного, что сегодня в Украине от российских снарядов и пуль каждый день гибнут и те, кто разговаривают на русском языке.